Городок жизнеобеспечения развернули в центре города на Советском проспекте. Он состоит из жилых модулей, которые полностью подготовлены к проживанию в них. Городок полностью автономный, представляет собой группу помещений, среди которых есть жилая зона, медицинский, административный и банно-прачечный комплексы. Развернуть такой городок можно практически везде и обеспечить временным пунктом размещения до 60 человек. Городок уже развернут, в его оборудовании учтены все потребности населения. Жилые зоны готовы к экстренному приему устюжан. Есть здесь и комната отдыха с телевидением, книгами и настольными играми. Также на территории городка оборудован специализированный узел связи, который может работать сразу на нескольких каналах. Он оборудован на базе автомобиля КАМАЗ и при возникновении экстренной ситуации этот мобильный узел может развернуться практически в любой точке Вологодской области, в местах, где нет покрытия мобильной или иной связи. Предназначен для организации связи в полевых условиях практически по всем видам. Это и УКВ, это и КВ-связь, это и цифровые технологии, также своя ведомственная организация. На данный момент Ростелеком каналы все подал, которые были необходимы от них. Телефоны уже в рабочем режиме работают. Завтра в Великом Устьюге пройдет большое совещание с участием представителей Вологодской и Архангельской областей, а также пройдет смотр группировки спасателей, силы которых брошены на минимизацию последствий предстоящего паводка. Конечно же хочется верить в лучшее, в то, что наводнение все же обойдет наш город стороной и потребности населения Великого Устьюга и района в городке жизнеобеспечения не будет. Андрей Жилин, Максим Колосов, Новости провинции.